Прежде чем в нашем городе отменили спортивные занятия, представители танцевального спорта успели завоевать престижные награды в своих дисциплинах. Акробатический рок-н-ролл в Челябинске только набирает популярность, но уже есть хорошие результаты. Так, например, Ксения Гонцова и Владимир Козлов выиграли чемпионат УРФО в категории юниоры и юниорки. Мы существуем всего три года. Это, я думаю, небольшой старт, такой неплохой для нашей федерации. Не так давно мы ездили в город Нефтьюганск на Уральско-федеральный округ, где пара заняла первое место. Пары у нас делятся именно на акробатические, но по изменению последних везде добавилась акробатика. И на полуакробатические, то есть более танцевальные пары. А формейшены, ну, они танцуют только короткую либо длинную программу. Тут больше все зависит именно от ребенка, от его желания и от родителей. Коллеги по Федерации танцевального спорта Ирина Черепанова и Станислав Зелянин впервые в истории стали чемпионами России в европейской программе «Среди профессионалов». Новые чемпионы России среди профессионалов, финалисты чемпионатов мира и Европы всех крупнейших турниров. Станислав Зелянин и Ирина Черепанова. Конечно, они к этому долго шли. Это самый взрослый состав, это самые взрослые титулованные спортсмены, потому что они являются уже к этому данному периоду финалистами чемпионатов Европы, финалистами чемпионатов мира. И они были четыре года парой, представляющей Россию. Они были серебряными призерами чемпионата России. Очень сильное было поколение, 89-90 год рождения, 91-92 год рождения. Это как раз они к этому относятся, поколению ребят, которые начали действительно в этой школе, прошли весь путь долгий, юниорский, молодежный, взрослый, потом уже профессиональный. Я считаю, что это гордость, это большое достижение не только для Челябинска, Челябинской области, а в целом, потому что звучит город, звучат имена, которые выросли здесь, которые тренируются в Европе и в мире практически постоянно. Кладывают все свои силы, все свои средства, все, что у них есть, и только в профессиональный танец. Они работают в танцевальной школе и улетели после чемпионата через спустя какое-то время, потому что, конечно, это прежде всего зарабатывание денег. Они преподаватели, они преподают, и на соревнования уже вылетают оттуда, возвращаются. Работают здесь, в Челябинске, работают в Европе. К настоящему моменту, когда в мире отменены все запланированные турниры, наши спортсмены тренируются удаленно. Но они продолжают общаться с наставниками онлайн, чтобы сохранять свою физическую форму. Кстати, и традиционный весенний конкурс «Хрустальная копель» в этом году также проходит дистанционно. Коллективы присылают свои номера на видео. Тренировки прерывать нельзя, но собираться вместе в условиях самоизоляции мы решили, что не будем. Технические тренировки каждый производит дома и высылает обратно тренеру. Нами был сделан замечательный номер под руководством Ирины Медведевой, Никиты Гридасова. Замечательный номер, который мы отослали, который прошел уже первый этап, и двигаемся мы дальше в этом направлении. Мы исполнили его ребята юниорской молодежной группы, очень замечательно, чувственный, проникновенный, который вызывает действительно и у родителей, и у зрителей, и у всех детей вызывает настрой определенный, буквально мурашки, потому что это то, что есть у каждого у нас в душе, у каждого русского человека, у каждого россиянина. Традиционный кубок губернатора Челябинской области по бальным танцам, крупное международное событие в этом году пройдет в сентябре. Да, мы приняли решение с оргкомитетом Кубка губернатора 2020 о том, что мы проведем его впервые за 19 лет не весной, а проведем его осенью. Но это было сделано нами еще до начала 2020 года, в конце 2019 года, в силу того, что мы предполагали о проведении шоссе-брикс, и хотели бы, чтобы были сделаны основные приготовления, основное проведение, и после уже без суеты и без спешки провести наше соревнование, потому что у нас ожидалось тоже порядка 20 стран. А пока челябинские спортсмены, как и все вокруг, пребывают в ожидании перемен к лучшему, когда можно будет приступить к полноценным тренировкам и снова участвовать в соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин